Еще со школы Никита увлекался точными науками. После успешной сдачи экзаменов по физике и математике в факультет энергомашиностроения. Там технический склад ума парня заметил преподаватель и пригласил в конструкторское бюро при ВУЗе. Проект студента, разработку специальной модульной машины для престольной обработки почвы, ее рыхления и удаления сорняков, высоко оценили руководители ведущих заводов по производству сельхозтехники на нас премии имени Ежевского. За счет того, что возникает разница в создаваемых моментах относительно оси вращения у нас получается при движении агрегата по рядку разность создаваемых усилий. Таким образом происходит перемещение этих пальцев по почве и таким образом она рыхлится. Своей разработкой парень решил усовершенствовать работу машины для престольной обработки почвы. Ее образец также разработал коллектив конструкторского бюро. Испытание техника прошла на полях НИИ Садоводства Сибири имени Лисовенко. Конструкторское бюро при Политехе уже около 8 лет занимается разработками для аграрных и машиностроительных предприятий нашего края. Студенты-технари вместе с преподавателем создают незаменимые в сельском хозяйстве орудия для выкопки саженцев, уборки сена, обработки престольной полосы и межрядий. И со стороны предприятий спрос есть. Нам это дают техзадание, а мы уже в соответствии с этим техзаданием делаем чертежи, делаем модели, то есть всю катастрофскую документацию. Сюда входит, во-первых, модель, то есть 3D-модель, просчеты и чертежи. Сейчас бюро проектирует 8 студентов. Многие из них участники всероссийских и региональных конкурсов своей области. И парни подчеркивают, никакие санкционные ограничения в сельхозсфере им не страшны, ведь многие передовые разработки можно создать и в стенах своего универа. Мария Мацайб, Александр Антропов. День с толком.